31 октября 2018 года Россию потрясла новость о взрыве в здании ФСБ Архангельска. Его устроил 17-летний анархист, который сам погиб при теракте. Расследование этой истории привело к масштабным репрессиям против российских левых активистов, многочисленным задержаниям, более сотни обысков, нескольким уголовным делам. Но даже сейчас, спустя три года, до сих пор гремят отголоски этой истории. Более 20 уголовных дел возбуждено за комментарии в социальных сетях под новостью о взрыве в здании Архангельского ФСБ. За последние четыре года количество уголовных дел по статье 205 часть 2 оправдание терроризма увеличилось более чем в 15 раз. И в основном это политические активисты, против которых власти фабрикуют уголовные дела. Цель режима запугать людей и заставить их замолчать, заставить их бояться говорить об этом вслух. Сегодня мы расскажем о деле Надежды Беловой, воронежской активистке. Ей грозит пять лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей за комментарий под новостью о взрыве в здании Архангельского ФСБ. По данным правозащитных организаций, каждый месяц в России возбуждается более 500 уголовных и административных дел за комментарии в интернете. Это может коснуться каждого из вас. Надежда Белова, активистка из Воронежа, которая боролась с местными властями за сохранение прямых маршруток из ее родной Новой Усмани в Воронеж. Меня зовут Надежда Белова. С прошлого года, с января, я стала достаточно активно участвовать в жизни своего села Новая Усмань. До этого я как-то даже не задумывалась, что вообще происходит. А с января прошлого года наши так называемые власти и их друзья, я так понимаю, бизнесмены, депутаты. Сначала попытались отнять у нас площадку около больницы, парковку. Мы воспротивились и помешали этому, дали новую площадку. А летом того года уже воронежский предприниматель Круцких хотел, можно сказать, забрать прямые маршруты из Усмани в Воронеж, отменить. Депутат, ну, он и бизнесмен, и депутат Круцких. Мы тоже этому воспротивились, собирали подписи. Я была, можно сказать, одним из активных участников этого события. Собственно, мы отстояли свои автобусы, автобусы стали, также продолжили ходить из Усмани в Воронеж. Все осталось на том же уровне, что и было. Социальные сети гражданских активистов и оппозиционеров прочесываются вдоль и поперек в поисках хоть какого-нибудь намека на то, чтобы поставить их на место и сфабриковать уголовное дело. Большая часть подобных дел не просто доходит до суда, но и заканчивается обвинительным приговором. Все прошедшие судебные заседания говорят о том, что суд намерен вынести обвинительный приговор по делу Надежды Беловой. Позиция суда по такого рода уголовным делам одинаковая. Состав преступления сформулирован как формальный, и оно считается совершенным с момента провозглашения призыва или одобрения. Все, что происходит дальше, неважно, побудило ли высказывание кого-либо на реальные действия, были ли последствия и насколько широко оно было ретранслировано, в суде не рассматривается. Тогда как именно это должно являться критерием правомерности применения этой уголовной статьи. Ровно как и вообще имело ли место в комментарии факт преступления. Практически во всех делах о преследовании за слова, по всем экстремистским статьям Уголовного кодекса, в основе лежит заключение экспертов. Суды боятся брать на себя ответственность и полностью полагаются на заключение экспертов, которые, естественно, дают такое заключение, которое нужно следствию. Таким образом суды, следствие, прокурор и эксперты работают в одной упряжке с целью вынесения обвинительного приговора. Отрицательную рецензию на экспертизу от адвокатов Беловой и выступление независимого эксперта суд полностью игнорирует. Беловый суд отказал в ее законном праве на проведение независимой судебной психолого-лингвистической экспертизе, так как всеми приглашенными экспертами, дано однозначное суждение, что в комментариях отсутствует состав преступления. Проблема всех уголовных дел за комментарии в интернете в том, что следствие перед экспертами-лингвистами ставит правовые, а не экспертные вопросы, которые не лежат в плоскости их компетенции. А судьи просто переносят выводы лингвистической экспертизы в приговор даже не пытаясь разобраться по существу дела. Так что же было в комментарии Надежды Беловой. Под новостью о взрыве в здании архангельского ФСБ, который совершил анархист Жлобицкий, якобы с аккаунта Беловой был оставлен комментарий со следующей цитатой президента Путина. Суд не принимает во внимание тот факт, что комментарий оставлен еще до признания взрыва терактом и до того момента, когда было объявлено, что погиб именно Жлобицкий. Ведь в сообщении об одном погибшем речь могла идти о сотруднике ФСБ, что полностью меняет смысл сказанного. 25 ноября в 10 утра состоится очередное заседание суда, на котором планируется вынесение приговора Беловой. Мы будем вести прямой эфир, не пропустите. Мы просим вас поддержать Надежду Белову, ведь завтра это может коснуться каждого из вас. Приходите на суд или смотрите нас в прямом эфире. Виноваты равнодушные люди. Карателей все равно мало в нашей стране. Нас больше равнодушны.